Ежегодный чемпионат города Сарова по футболу стартовал в начале лета. В этом году в нем принимает участие 11 команд, которые состоят как из опытных игроков, так и тех, кто только пробует свои силы во взрослых соревнованиях. В очередном матче давние соперники. Буревестник и Динамо вообще выясняли, кто окажется сильнее и займет лидирующую позицию в турнирной таблице. Если говорить о Динамо, то понятно, там это люди военные, у них хорошая физическая подготовка, они хорошо бегут, хорошо видят поле и так далее. А если касаться Буревестника, то там просто очень много опытных игроков, которые играли и за город, на область и так далее. То есть, в целом вот так. Счет открыла команда Динамо ВЧ, забив мяч в ворота соперника уже на второй минуте. Но вскоре Буревестник сравнял счет, а к концу первого тайма и вовсе завладел преимуществом. Первый тайм довольно равная игра у нас получилась, хотя у нас было побольше, я считаю, моментов. Ну, два забили, хорошо. Плохо, что один пропустили. Постараемся больше не пропускать, а больше забили. Во время перерыва игроки команды Динамо ВЧ проанализировали свои ошибки и во втором отрезке матча попытались вырыть победу у соперника. Забили быстрый мяч, потом немножко подсели, не разбери их в обороне было. Пропустили два безответных мяча. Очень печально, сейчас выровняем ситуацию, все нормально будет. Но и во втором тайме Буревестник не отдавал лидерство и отправил в ворота военных еще два мяча. Ни вырваться вперед, ни даже сравнять счет команде Динамо ВЧ не удалось. Игра закончилась со счетом 4-1 в пользу Буревестника. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.